Друзья, всем привет! С вами Светлана Енчева и это мой канал Переехать в Болгарию. Сейчас я нахожусь в морском парке города Бургаса и снимаю это видео в не очень хорошую погоду. Значит, о чем сегодня я хочу с вами поговорить? Я хочу поговорить о том, какие вопросы очень важные. Нужно задать мужчине, с которым вы собрались знакомиться по интернету и с которым хотели бы наладить свои отношения. Нужно задать вопросы, первое, о его семье, о семье, в которой он вырос, какие там были отношения, как они складывались. То есть понять, что для него значит его идеальная женщина. То есть одно дело, если для него идеальная женщина это та женщина, которая, ну, к примеру, занимается домашней работой или там сидит с детьми. Та женщина, которую он обеспечивает. И совсем другое, когда для него идеальная женщина это та, которая работает на четырех работах, да, пытаясь содержать семью. И все остальное отсюда вытекающее. Значит, второй вопрос, который нужно задать, это как он видит свою будущую семью. То есть как он вообще планирует выстраивать с вами отношения в ближайшие, ну, не с вами может быть, но как он собирается выстраивать отношения в ближайшие три года. То есть планирует ли он жениться, либо он планирует как бы жить в гражданском браке. Вам просто нужно выяснить вообще планы, ваши планы на этого мужчину. То есть если вы планируете выходить замуж, а мужчина не собирается жениться, да, ну, то есть какой смысл в этих отношениях тогда? То есть если он вам проговаривает, что он ничего не знает, да, еще о том, что он планирует и не планирует ничего, ну, это только то и значит, что он ничего не планирует и никак не планирует, да, свою дальнейшую жизнь. Выясните его цели, да, что он собирается делать, да. Возможно, он пойдет на какое-то обучение, да, которое позволит ему больше зарабатывать. Или не пойдет ни на какое обучение. Или его устраивает его зарплата в 10 тысяч рублей, да, или там, к примеру, в тысячу евро, да, на которую вы все вместе будете жить. Ну, то есть при интернет-знакомстве надо выяснить, какие вообще перспективы у вас с этим мужчиной будут. Все, что они говорят, как правило, бывает правдой. Да, ну и, конечно, смотрите на действия. Смотрите на действия, что он будет делать. Когда дело дойдет уже до того, чтобы встретиться в реале, да, надо понимать, что мужчина, который хочет завести семью, да, должен сам приехать, сам познакомиться, да. За свои деньги, не за ваши никак. Так, вот, тут у меня была одна клиентка, которая все говорила, он же бедный, у него же денег нет, он пока не зарабатывает без работы. Ну, а какой смысл нищему жениться? Какой? Чтобы вместе потом сидеть и не работать, и ждать деньги откуда-то. То есть у мужчины должна быть определенная цель, должны быть какие-то определенные, понятные жизненные позиции, да. Если он, к примеру, не планирует ничего или не знает, что он хотел бы спланировать, да, но вы за него это не спланируете, это точно, абсолютно, вот. Очень много ситуаций, когда женщины оставались как бы у разбитого корыта, да, планируя одно, а получив совсем другое. Поэтому подумайте, пожалуйста, над этим, вот. Всем пока, всех люблю, целую, подписывайтесь на мой канал, удачи!